Празднование Дня Космонавтики Ребят действительно немало. В церемонии возложения цветов участвовали несколько вузов. Представители учебных заведений и вовсе говорят, что от желающих не было отбоя. В связи с пандемией ограниченный состав, не более 10 человек от вуза. Естественно, что квота не отвечает по желанию людей. Действительно, сегодня почтить память великих деятелей наук, связанных с космосом, готовы большая часть коллектива студенческого университета. Вклад рязанцев в покорение космоса, если не огромен, то вес имеет точно. В историю космонавтики навсегда вошли имена великого ученого-теоретика Константина Циолковского, основателя философии русского космизма Николая Федорова, создателей современного оборонно-космического комплекса нашей страны, братьев Уткиных. И начав с Федора, плавно перетекая к идеям Константина Эдуардовича Циолковского, мы подходим к тому, что эти люди были знакомы между собой, а к Циолковскому приходил юный Королев и напитался идеями уже от Константина Эдуардовича Циолковского. И вот она, цепочка опять сложилась. А Королев это что? Это уже он практик, он ракетостроитель, он посылает первого человека в космос. Дату 60 лет мы отмечаем в этом году. Вот эта цепочка привела нас к Юрию Алексеевичу Гагарину. 12 апреля во многих вузах проходят научные конференции, посвященные первому полету человека в космос. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».